Еще раз всем здравствуйте. Поэтому будет здорово, если вы в процессе вебинара будете писать какие-то вопросы, если таковы у вас есть. Я вижу, что вы написали Новосибирск, Тверь, Питер. Спасибо вам большое. Архангельск. Почему Архангельск здоров мне? Потому что я родился в Архангельск области, у меня там достаточно большое количество людей, которых я очень люблю, мои родные и близкие. Мама у меня родом оттуда, поэтому всегда езжу с удовольствием в этот край, красивый, чистый, люди немного другие, чем в столице. Давно, правда, не было, уже, наверное, года три. А нет, почему? В прошлом году там было буквально пару дней. Может быть, в ближайшее время как раз соберусь и поеду, скажем так, отдохну душой. Вот такие дела. Липецк. Липецк, Питер. Очень здорово. Итак, коллеги, у нас сегодня с вами непосредственно будет общение касаемо маркетинг-плана нашей компании. То есть того инструмента, который позволяет людям зарабатывать сегодня кому-то дополнительный доход, небольшие суммы денег, кому-то, скажем так, есть возможность создать серьезный источник дохода. Разные люди приходят в наш бизнес, разные люди становятся партнерами компании Skyway Capital. Кто-то по причине того, что у них есть какое-то количество свободных денег, у кого-то это 15 долларов, у кого-то это тысяча, 5 тысяч долларов, и они становятся инвесторами. Они видят перспективу развития данного направления в транспортной отрасли и понимают, что, в принципе, если на начальных этапах стать совладельцами пакетов долей нашей компании, то в будущем можно стать, скажем так, примерно такими же, как те люди, которые проинвестировали свои денежные средства в развитие индустрии интернета, персональных компьютеров, программ к устройствам, которые на сегодняшний день работают в сети. Непосредственно устройства, которые выпускают, например, на сегодняшний день, есть предприятие, выпускающее огромное количество гаджетов, используя различные программы, которые относятся к сфере интернета. Те, кто успел вложить денежные средства на начальном этапе, стали очень успешными. То же самое есть сегодня у нас. Есть большая категория людей, которые не мыслят себе, скажем так, о получении дополнительного дохода либо основного заработка, либо основного источника дохода по партнерской программе, просто являются инвесторами и клиентами. В принципе, у нас так это и звучит, клиент или инвестор, человек, который просто решил приумножить какое бы то ни было количество денежных средств, которые сегодня он готов инвестировать в наш проект. Помочь нам реализовать технологию, в принципе, мы уже когда-то мы говорили близки к тому, чтобы показать, но уже сегодня сертифицируем транспортные средства, которые будут перемещаться по струнным рельсам. В принципе, 2014 год был годом, который показал, что мы выжили. 2015 год стал переломным, потому что у нас началось движение в создании экотехнопарка, строительство его 2016 год стал переломным, потому что огромное количество людей во всем мире узнали, что есть такая технология, и это не воздух, это не какие-то, скажем так, мысли непонятного ученого, это реально воплощенная уже в железе, в металле технология, которую можно использовать в разных уголках земного шара, что в принципе сегодня происходит. Даже на сегодняшнем этапе, почему мы говорим «даже» у компании существует 15 этапов развития технологий до ее момента внедрения на транспортный рынок и выхода с пакетами долей компании на инвестиционный рынок. Мы сегодня находимся на девятом этапе, венчурная премия, которую получает любой инвестор либо клиент, то есть при умножении денежных средств по отношению к тому, когда акции будут копироваться, например, от одного доллара и выше, значительно ниже, чем это было, например, в 2014 году, в 2015 году, в 2016 году, то есть на каждом этапе развития компании. Мы недавно перешли на девятый этап и, кстати, дисконт либо венчурная премия была уменьшена в среднем от 10 до 40 процентов на некоторых инвестиционных предложениях. Но, тем не менее, сегодня просто даже становиться клиентом-инвестором точно также выгодно, потому что, допустим, минимальное при умножении денежных средств при инвестиции 15 долларов – это 25 раз. Очень сложно найти бизнес, я имею в виду легальный, открытый, в котором вы можете создавать что-то большое и интересное, с таким уровнем доходности. Ни недвижимость, ни, скажем так, игра на валютном бирже, ни создание какого-то собственного производственного бизнеса, таких уровней доходности вам принести сегодня не сможет. Так вот, а есть люди, которые, увидев возможность получения дохода сегодня, при создании бизнеса по партнерской программе сегодня, стали, кто-то пробует, кто-то, скажем так, серьезно, приложив, засущив рукава, начинает создание партнерской структуры и зарабатывание денег сегодня. Причем бизнес, который может вам принести еще и остаточный доход, потому что люди приобретают пакеты долей компании, я знаю многих людей, не единожды. Соответственно, остаточный доход – это то, что, скажем так, кто-то что-то сделал, что-то приобрел и потом себе докупает. Соответственно, у вас есть, назовем это так, постоянный потребитель. В принципе, мир MLM бизнеса, если мы посмотрим на него широкими глазами, широко открытыми, с открытой душой и просто-напросто без всяких предрассудков, как правило, MLM-компании работают на рынках, которые потребляют быстро заканчивающуюся продукцию, связанную, например, с укреплением здоровья, косметикой, товарами по уходу за домом. Ну, еще там есть целый ряд направлений, даже страховки есть. В Америке были компании, которые продавали, например, карточки для заправки на АЗС, и это тоже была сетевая компания, возможно, она до сих пор работает. Есть компании, которые продают какие-то программные сервисы, которые периодически надо оплачивать и так далее. У нас же с вами здесь, по сути дела, основным продуктом в компании Skyway Capital и вообще в группе компании Skyway является сама технология. И очень важным отличием от создания структур в большинстве компаний MLM-бизнеса является то, что вы на начальном этапе сразу же становитесь совладельцем технологии, и в будущем, как совладелец технологии, вы будете получать процент, кто-то больше, кто-то меньше, потому что количество удалений компании будет разным, от реализации данной продукции на мировых рынках. Все компании, заходящие на рынок, не знаю, страны СНГ, Россия или любой другой страны, MLM-компании, они заходили уже с конкретным продуктом, с устоявшимся количеством акционеров, как правило, те, которые управляют данной компанией, и крайне малое количество компаний предлагает своим лидерам максимального, скажем так, квалификации по маркетному плану приобрести какое-то количество долей компании, либо купить акции, им чуть-чуть дают пакет, либо кто-то, может быть, даже дарит. Здесь вы себе приобретаете на начальном этапе, но вы совладелец компании, вы человек, который в дальнейшем будет получать доход на то количество долей, которое сейчас купите. То есть наш продукт будет выдаваться на гора в ближайшее время. Вот таким вот образом. Это основное, наверное, отличие от всех MLM-проектов, которые известны. Ну и плюс ко всему, я не видел еще ни одного MLM-проекта крупного, который какую-то крупную технологию промышленно реализует. У нас это есть. Мы имеем дело, скажем так, с транспортной технологией. Мы имеем дело, точнее даже не с транспортной, а с технологией, которая может применяться в целом ряде направлений развития, скажем так, человеческой жизни, индустрии, то есть это и строительство домов коттеджного типа, строительство мостов, высотных зданий, то есть это линейные города, которые планируют строить, умные города, как их сейчас называют. Это строительство мостов, взлетно-посадочных полос аэропортов, это струнные порты, которые могут быть построены на естественной глубине, скажем так, вдали от береговой линии, непосредственно в акватории морей, озер океана, что может сэкономить огромное количество денежных средств. Мало того, что, скажем так, прибрежную, наверное, зону экологию не будет никак разрушать, потому что можно будет построить там несколько опор и трассу струнную для погрузки и разгрузки к этим портам. Опять же, более экологически чистое строение, чем то, что мы имеем на сегодняшний день в наших портовых городах. Ну и, конечно же, транспорт. То есть это технология промышленная, и вот к этой технологии мы каждый из вас можем приложиться в меру своих собственных, скажем, взглядов, усилий, финансовых усилий, потому что у нас есть возможность, по сути дела, стать участником проекта для людей, у которых разный уровень дохода на сегодня, разный, скажем так, принадлежность социальным слоям, начиная, скажем, от крупных бизнесменов, финансистов и людей мира бизнеса, заканчивая, никого не хочу обидеть, категории пенсионеров, студентов и так далее. Главное, тот человек был совершенно летний, чтобы мог принять решение стать инвестором и зарабатывать деньги вместе с нами. Итак, такое вступление, как бы картина нарисована о том, чем мы с вами занимаемся. Перейдем непосредственно к партнерской программе, то есть к средству, которое может позволить вам увеличить свой доход. И это все является действительно бизнесом, который основан на обычных человеческих взаимоотношениях, доверительных, скажем так, отношениях между людьми. Но очень важный момент, на чем я сделаю акцент, вам ничего не придется делать того, чего вы не умеете делать на сегодняшний день. Как бы сложно в это поверить, но тем не менее это именно так. МЛМ бизнес и бизнес у нас в компании Skyway Capital строятся на простых, человеческих, наверное, каких-то, как-то правильно сказать, взглядах на жизнь, человеческих принципах. Наверное, будет правильное слово сказать, что мы часто, в большинстве своем, все люди нормальные, добрые, открытые и непроизвольно порой делятся со своим окружением всем тем хорошим, что в их жизни происходит. Я не говорю, что рассказывают семейные тайны, но то, что, например, они что-то хорошее увидели, что-то приобрели, куда-то съездили, им понравилось и так далее, и так далее. Основа создания бизнеса успешного по партнерской программе здесь у нас в компании – то же самое. Если вы, являясь человеком, скажем так, умеющим думать и увидели перспективу, вы используем технологию, потому что оно будет приносить деньги к человекам, который ищет возможность, например, получить сегодня больше доход, чем у него сегодня есть, и вы разобрались, что это, в принципе, никак не идет в разрез с вашими моральными какими-то устойми, и вы понимаете, что здесь не надо никому ничего врать, не надо никого уговаривать, не надо делиться, скажем так, информацией о том, что есть такой проект, позволяющий людям стать инвесторами в технологию, которая в ближайшее время уже будет выведена в свет, соответственно, отсюда можно получать доход, как инвестор, что есть возможность получения дохода, есть возможность, скажем так, есть огромное количество людей, которые хотели бы себя где-то применить, потому что унифрение свободное, то есть утилизация свободного времени, когда мы не знаем, куда себя применить, это для тех людей, кого не устраивает сегодняшняя сумма дохода, и у них как бы так есть четкие цели, для чего им деньги эти нужны. Это могут быть какие-то нужды детей, это могут быть нужды свои, это изменение там, не знаю, места жизни, много, много, может быть причин. Это люди, которые любят помогать другим, которые, скажем так, увидели идею, которая может улучшить жизнь человечества в целом. И есть также большое количество людей, которые хотели бы вырасти по отношению к себе вчерашнему. Есть люди, которые, скажем так, просто любят делать добрые вещи, разобравшись в том, что данная технология несет добро миру, они могут с удовольствием делиться этой информацией с окружающими людьми, и на этом строить свою партнерскую структуру. Но есть очень важный момент, что в принципе любой бизнес, каким бы вы ни занимались, любые действия, любая профессия, она подразумевает под собой определенные шаги. Шаги, которые необходимо делать. И вот эти шаги, они есть и в нашем бизнесе. То есть хаотично рассказывать о том, что вас вдохновило, я вам не рекомендую. Я просто не могу вам на этом вебинаре четко прописывать, каждый берет и делает так, потому что, во-первых, право не такого, никто не дал от руководства. Цель – это донести просто партнерскую программу, потому что методы нет, которые выбирают сами. Есть какие-то рекомендации того, чего не нужно делать, и того, что делать желательно. Первое – определиться с тем, кому вы хотите эту информацию донести. А сразу хочу сказать, что таких людей огромное количество. Может быть, предостеречь немножко. То есть не думайте о том, что вы одухотворились, но вы стесняетесь донести данную информацию своему ближнему окружению, тех, кто вас знает, с кем вы работали и много кого еще. И вы думаете, что вы сейчас незнакомым людям начнете эту информацию рассказывать, они вам поверят и будут, скажем так, с вами вместе дружно, громко бегача и дико озирая строить этот бизнес. Это большая ошибка. Первое – лучше начинать с тех, кто вас знает. И второй важный момент, чтобы информацию до тех людей, которые вас знают, лучше, чтобы доносил кто-то другой. Кем-то другим это может быть непосредственно наставник, живущий рядом с вами в вашем городе, который вас познакомил с данной информацией. Это может быть живые презентации, проходящие в ваших регионах, куда вы можете пригласить людей, не уговаривая, не обещая каких-то миллионов заработков, не пытаясь, скажем так надавить на их жадность. А просто пообщавшись с этими людьми, которые есть в вашем списке и пометьте в себе, что этим людям, которые в списке есть, на сегодняшний момент важно вот это и вот это. И приглашая людей на мероприятие либо на встречу своему наставнику, вы просто можете сказать, слушай, мы с тобой вчера или неделю назад говорили, ты не рассказывал, что тебе хотелось бы решить вот такой-то вопрос. Ну да, конечно. Ты знаешь, я наверно знаю, как тебе помочь. Давай с тобой встретимся вот там кто-то. Либо давай с тобой в интернете созвонимся без вести шесть. Вот я кое-что тебе хочу рассказать. Если человек готов, он скажет, ну давай созвонимся. Созвонились, ты знаешь, вот сейчас буквально через 10 минут будут рассказывать о том, как ты можешь что-то решить. Вот тебе ссылка, я уже там в комнате. Заходи, это много времени не займет и после этого мы с тобой будем разговаривать. Как правило, люди попытаются вам задать, скажи, а что это такое? Давай так. Вот ты услышишь своими ушами от людей, которые эту идею доносят, а потом мы уже будем с тобой разбираться с твоими вопросами. Если ты правда хочешь решить то, что ты мне говорил. Не надо больше ничего выдумывать. Не надо людей, скажем так, всех приглашать на скорость 500 км в час, на низкий уровень вибраций, на высоту путевой структуры выше 100 метров над землей, потому что многие могут просто испугаться. Не надо, скажем так, всех сразу делать первое предложение миллионерам и кричать, что ты знаешь, что ты живешь в нищете, а завтра ты можешь изволотиться. Не все клюнут, потому что для многих людей, скажем так, часто за пределами сознания находятся те суммы, которые вы пытаетесь назвать. Они их не греют, потому что они не могут их просто-напросто прочувствовать. Поэтому самое простое, что можно делать, это к людям, которых не знают, либо плохо знают, например, ваши знакомые, друзья, родственники, партнеры по бизнесу, коллеги по работе, пригласить, и чтобы этот человек, как говорит Робби Греч, например, третье лицо, эту информацию не донес. Если вы будете двигаться по этим принципам, я вам не гарантирую стопроцентного успеха, но могу сказать, что результативность будет выше. Вероятность того, что у вас структура будет строиться более успешной и у вас меньше будет боли, скажем так, от словесных тумаков, ваших родных, близких, друзей, знакомых, а такие однозначно будут, если вы сразу ренитесь в бой и сами будете пытаться рассказать всем своим, кого вы любите, и кто любит вас, как вы предполагали. Сделаю еще один очень важный момент. Когда вы начнете этим заниматься, вы увидите, что в принципе отношение к вам из предполагаемого круга друзей у кого-то изменится. То есть это еще где-то способ проверки своего окружения, насколько ваше мнение, к чему бы то ни было, авторитетно для тех, кого вы считали своими друзьями. Я никого не хочу обидеть, но это так происходит, так устроена жизнь. Итак, коллеги, перейдем к партнерской программе, потом если, кстати, то, что я говорил, если я непонятно говорил, возможно, вы можете сейчас написать какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Кстати, еще один очень важный момент, наверное, на который хочу вас сориентировать. Многие люди приходят в мир MLM бизнеса по разным причинам. Кто-то начинает рассказывать, что ему очень понравился какой-то продукт, кто-то начинает говорить, что вы знаете, я грамотный человек, я посчитал деньги, которые я могу заработать, я пришел за деньгами. Но, наверное, если я буду неправ, поправьте меня. Те люди, которые построили уже большие партнерские структуры, те люди, которые, скажем так, находятся на пути и видят, что они начинают складываться, самым ценным в этом бизнесе является даже не то количество денег, которые вы заработали, может быть, даже не то, чего вы достигли, не та квалификация и так далее. А вот те люди, которые в процессе вашего движения к своим намеченным целям начинают вас окружать. Те люди, в жизни которых вы поучаствовали и благодаря вам в их жизни произошли какие-то изменения. И, кстати, на этом основан любой успех любого предприятия, не важно, MLM это бизнес, либо фирма какая-то, либо компания. Но если к людям там относятся нормально, если их, как вам сказать, не то, что их мотивируют, способствуют всячески, чтобы они действовали и действовали без страха быть наказанными и, правда, конечно, чтобы эти действия были направлены на улучшение, я не знаю, жизни компании, жизни людей в целом и так далее, тогда будет успех. Поэтому самое меньшее вообще в жизни, не знаю, слышали вы такое выражение или нет, что можно потерять, напишите мне, что. Те из вас только услышали то, что я спросил. Что самое меньшее в жизни, что можно потерять? Я пока пойду дальше. Это маленький тест для вас. Итак, друзья, 6 квалификаций. 6 квалификаций, которые есть. Правильно Светлана сразу же ответила. Вы знаете, время это, наверное, не самое ценное. Время – это то, чего не восполнится никогда, но есть еще вещи, которые зачастую, к сожалению, невозможные, не вещи точные, а есть то, чего невозможно вернуть порой никогда. Это время и люди. Если мы к людям отнеслись немножко предвзято или обидели кого-то, либо что-то еще. Да, есть заповедь во всех религиях, надо прощать и так далее. Но, как правило, MLM бизнес выявляет быстро, что вы за человек. Люди это чувствуют. И потом с вами кто-то остается, кто-то нет. Но если вы покривили душой при построении вот здесь своей структуры и так далее, очень сложно будет построить большую структуру. Либо, если она была построена, она быстро может развалиться. Поэтому оставайтесь людьми в любом деле, которым вы занимаетесь. И все будет хорошо. Ну а те, кто написал, что самое меньшее, что может человек потерять деньги, они в принципе правы. Итак, 6 квалификаций, которые есть в нашей партнерской программе. Это партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт и топ-эксперт. Чтобы стать партнером, у нас многие относят к плюсам, я, наверное, тоже отнесу это к плюсам. Чтобы стать партнером, вам даже не нужно покупать какого-то не было пакета, вам просто нужно подписать партнерское соглашение. И есть люди, у которых, скажем так, туго с деньгами для того, чтобы стартовать и начать их зарабатывать. Они могут заходить вот таким вот способом, подписывать партнерское соглашение, включаться в активную работу, делал акцент со своим наставником, используя мероприятия живые либо вебинары. И если благодаря вашей деятельности кто-то регистрируется за вами и за теми людьми, которых вы пригласили, и происходит товарооборот на глубине четыре уровня, то можно и в пять, и в шестой уровень уйти, в принципе, как это бывает. Но вы можете получать вознаграждение, будучи партнером, только четырех уровней глубины. 15% от товарооборота, создаваемого вашим первым поколением, суммы инвестиций, которые придут благодаря вам от людей, зарегистрированных по вашей реферальной ссылке, 15% компания вам вернет на бонусный счет. Ну, назовем так, вернет. Со второго уровня 4%, с третьего 2% и с четвертого уровня 1%. Деньги вы получаете только на бонусный счет. Если вы зашли, скажем так, не покупая пакета, но хотели бы деньги выводить, вам придется хотя бы минимальный пакет за 15 долларов приобрести. И если на вашем бонусном счете после этого накопится 30 долларов и более, вы можете деньги выводить на те платежные системы, которые у нас есть. Консультант. Здесь появляются первые, скажем так, обязательные условия, которые необходимо выполнить, но они, в принципе, не сложные. Если вы приобрели пакетов долей компании на сумму от 100 долларов и выше сами, и в первом поколении у вас есть минимум два человека, которые сделали то же самое, и суммарный товароборот, соответственно, будет точно не меньше 300 долларов США, хотя третье обязательное условие – это именно такое, вы станете консультантом, и у вас здесь появляется дополнительный уровень глубины, пятый, и увеличение процента по одному добавляется на втором, на четвертом уровне, то есть 15, 5, 3, 2 и 1 – это консультанты. Во многих компаниях MLM бизнеса для того, чтобы первую ступеньку квалификационно выполнить, нужно вложить сумму гораздо больше, а чтобы подняться на вторую, там уже более серьезные условия. Третья квалификация, которая есть в партнерской программе компании Skyway Capital, она уже более жесткая в плане выполнения условий, но что касаемо личных инвестиций, вы сами 200 долларов и в первом поколении не меньше четырех, которые сделают такую же инвестицию, как вы. Но суммарный товарооборот вашей проплаты и всего первого поколения должен достигать не менее 2000 долларов США. Это уже работа. Это уже, скажем так, еще не команда, не структура, но это уже какой-то коллектив людей, которые по вашей рекомендации пришел в наш проект, кто-то из них стал человеком, который развивает бизнес, а кто-то просто стал инвестором либо клиентом. Разницы нет, кстати, по первому поколению, кто из этих людей на какую сумму купил и в какую квалификацию. Тут идет речь просто о суммах. У вас может быть три человека по 200 и 20 человек, которые взяли по 100. Соответственно, это превышает порог 2000 долларов. Когда вы стали лидером, у вас добавляется шестой уровень глубины, тоже один процент шестого уровня, но значительно увеличивается, скажем так, вознаграждение на втором уровне становится 7 вместо 5, на третьем уровне 5 вместо 3, на четвертом уровне 3, на пятом уровне 2 процента и 1 процент шестого уровня глубины. И важный момент, с квалификации лидер компания начинает начислять вам денежные средства в формате или в размере 15 процентов от денег, начисленных на бонусный счет, на акционный счет. То есть акционный счет у нас когда-то был равен бонусному, то есть все, что вы заработали на бонусный, такая же сумма начислялась на акционный. И с акционного счета вы могли себе просто купить акции с стандартного прайс-реста, который находится в личном кабинете нашей компании. То есть вы можете накапливать деньги на бонусном счете, то есть вам раз начислить деньги, второй, третий, они накопятся там до 130 долларов, до 200, до 550, до 1000, если вы активно строите структуру. И потом взяли и купили за 1000 долларов, сегодня это 115 тысяч долей компании. При этом вам не пришлось тратить ни копейки, потому что эти деньги вам начислены от компании в подарок. Итак, 15% от денег, начисляемых на бонусный счет, идет на акционный. Начиная с лидеров. Четвертая квалификация мастер. Здесь условия уже не только, скажем так, по суммам, которые люди в первом поколении у вас инвестировали в наш проект, но уже и в привязке к квалификации. Чтобы стать мастером, не просто нужно, чтобы кто-то купил какую-то сумму, а чтобы минимум три человека в первом поколении уже стали лидерами, то есть теми людьми, которыми вы были на предыдущей квалификации. Ваш личный товарооборот уже здесь должен быть в 1000 долларов и более, и суммарный товарооборот вашей покупки пакетов долей, это может быть одна покупка, может быть их несколько суммируется вся, должен быть не менее 5000 долларов США. Когда это условие выполняется, то вам добавляют к тем деньгам, которые вы получали на квалификации лидер, еще три уровня вы получаете на бонусный счет. На пятом и на четвертом уровне добавляется по одному проценту сравнение с квалификацией лидер, то есть на четвертом уровне вы начинаете получать 4%, а с пятого уровня с товарооборота 3%, в отличие от мастера, где было 3,2%. Здесь, что еще важно отметить, то, что на акционный счет вам начинают начислять не 15, а уже 30% от тех денег, которые вы получаете на бонусный счет. Соответственно, вы уже быстрее начинаете накапливать на те пакеты, которые вы можете приобрести на акционные деньги. То есть подарочных акций у вас может быть больше, чем у лидера. Далее, квалификации эксперт, которые уже коснулись изменения с 16 марта этого года. То есть для тех людей, которые дошли до квалификации эксперт, 15 числа еще, у нас цифра была в вознаграждении с десятого по двадцатый уровень, вот здесь, 0,2%. Эту цифру увеличили не на много, на 0,1%, но если товарооборот, как правило, в правильных создаваемых партнерских структурах он растет в глубине, то это хорошее увеличение дохода на этих уровнях. Плюс ко всему, когда вы становитесь экспертом, у вас начисляется на 1% больше уже непосредственно от инвестиций, приходящих в первом поколении. Вот некоторые говорят, да вот экспертом, кого там он еще подписывает. Если люди продолжают развивать бизнес в первом поколении, у нас еще есть дополнительные бонусы, о которых мы поговорим, но 1% это уже тоже значительное увеличение с того товарооборота, который создается у вас в первом поколении. У вас может быть огромное количество людей, покупающих рассрочку каждый месяц. Соответственно, став экспертом, вы сразу же увеличиваете на 1% от тех рассрочек, которые выплачиваются, свой доход. Мало того, там будет еще дополнительный плюс. Чтобы стать экспертом, необходимо воспитать трех мастеров в своей структуре. Два из них должны быть обязательно в первом поколении. Третий может находиться в любом поколении. Важно, что он не входит в структуру первых двух мастеров. Вот такое условие. Немножко более мягкое. Чтобы стать мастером, три лидера должны быть в первом поколении. Здесь уже двух достаточно в первом, и третий может где-то гулять в глубине. Личные инвестиции, которые вы делаете в наш проект, должны быть не менее 5 тысяч долларов. И суммарно первое поколение с вашей проплатой не менее 10 тысяч. Высшая ступенька карьера компании Skyway Capital на сегодня – это топ-эксперт. Изменения данной квалификации тоже коснулись начиная с 16-го числа. Здесь появились дополнительные виды дохода в виде тех денег, которые вам начисляются на уровнях с 10-го по 20-й. Это 0,3%. И, конечно же, первый уровень он был. Это у нас не было дополнением. 17% в сравнении с экспертом. То есть на 1% начинаете зарабатывать больше. Но у людей, достигших квалификации топ-эксперт, появилось право, так вот во многих компаниях, если здесь есть сетевики, они меня поймут. То есть есть целый ряд компаний, у которых в маркетинговом плане прописано вознаграждение, получаемое с мирового товарооборота. Так вот у нас примерно то же самое. Звучит это немножко по-другому. То есть есть возможность получать денежный бонус из 1% от всех средств, приходящих в компании ежемесячно. То есть ежемесячная сумма инвестиций за месяц, например, составила 2 миллиона. Соответственно, 20 тысяч долларов – это та сумма, которая распределяется равными долями между всеми топ-экспертами и успешными региональными лидерами, у которых есть своя мотивационная программа. необходимо выполнить там товарооборот в регионах, в которых они работают, определенную сумму. Вот между региональными лидерами и топ-экспертами общим количеством распределяется это вознаграждение. То есть можно назвать это фонд 1% от всех денег, приходящих в компанию за месяц. Вот он распределяется между топ-экспертами и региональными лидерами. Это тоже изменения, которые произошли в нашей компании с 16 числа 2017 года. Кстати, как-то оно сложилось. Коренные изменения маркетинга у нас произошли сначала в январе 2016, потом маленькое дополнение в феврале, и в марте был добавлен тот бонус, о котором мы сейчас с вами будем говорить. Таблица вознаграждений, которые выплачиваются нашим лидерам, достигших определенной квалификации, сейчас видно на экране. Изменения внесены. Вот, кстати, у нас фактически на всех языках на сегодняшний день уже заменен текст описания и слайдов презентации маркетинг-плана, внутри личного кабинета в разделе партнерская программа, на каждой странице внизу вы можете себе скачать на том языке, на котором вам это нужно. Единственное, скажем так, чешский вроде бы на первый взгляд переводчик сказал там ничего менять не надо в плане, скажем, грамматических каких-то ошибок. То есть я предполагаю тогда, что и чешский язык в том числе. То есть 12 языков, на которых сегодня выложен маркетинг-план и описание его, вы можете скачать информацию у себя внутри личного кабинета. Итак, изменения, которые я здесь выделил, касаемо экспертов, топ-экспертов таблицы и топ-бонус, который у нас получает топ-эксперт. Бонус, о котором я говорил, я думаю большинство из вас присутствует на вебинаре с ним знакомы, это для тех людей, которые продолжают активно развивать бизнес и уделяют внимание первому поколению, привлекают новых людей, мотивируют людей на приобретение рассрочек и так далее. Он привязан тоже к календарному месяцу. Но, скажем так, выплачивается, у нас выплата идет сразу же, не дожидаясь конца месяца. Как это происходит? В первом поколении у вас люди проплачивают, покупают какие-то пакеты. Первые четыре пакета, вот если вы в квалификации до мастера включительно, сейчас просто покажу, у нас здесь в скобочках есть 16-17 процентов. Это для экспертов и топ-экспертов, начальной цифры. Соответственно последующие, они увеличиваются, это идет для экспертов и топ-экспертов. Что я хочу сказать, то есть первые четыре платежа вы получаете свои положенные 15 процентов от каждой проплаты. Как только покупается пятый пакет, за него сразу начисляют 16 процентов. И за первые четыре суммарно, они разные могут быть, 15, 100, 550 и так далее. То есть вся сумма товарооборота, которая была создана на первых четырех пакетах, отдельная транзакция вам приходит вознаграждение в виде 1 процента от этой суммы. То есть получается картина, что за все купленные пять пакетов он начислит по 16 процентов. Седьмой, восьмой, девятый уже начисляется по 16, десятый сразу же 17 и один процент от всего товарооборота, который был на первых девяти пакетах. Одиннадцатый, пятнадцатый, семнадцатый, девятнадцатый – по 17 процентов. Двадцатый, за двадцатый – 18, за предыдущие 19 товарооборот еще один процент сверху. То есть получается, что за все 20 купленных пакетов, если вы до мастера включительно вы получаете по 18 процентов каждый последующий это 18 соответственно если вы эксперт у вас все начинается с 16 потом идет 17 18 19 если вы топ эксперт у вас идет 17 потом идет 18 19 до 20 есть несколько условий либо скажем так описание данных условий то есть первое самое важное что данный бонус начисляется по итогам работы с первого по конечное число месяца месяц закрылся все информация обнулилась и следующий месяц у вас проплаты считаются с нуля один человек может купить несколько пакетов в течение этого месяца все они будут считаться считаются пакеты купленные людьми которые были зарегистрированы давно либо зарегистрированы сейчас вот учитываются пакеты покупаемого рассрочка я тоже сказал ну и вознаграждение начисляемая на бонусный на акционный счет она будет привязки к вашей квалификации если вы лидер соответственно вы уже будете получать и от этого бонуса положенные 15 процентов на свой акционный счет если вы мастер уже 30 эксперт 40 и топ эксперт 50 на данном слайде рассмотрим пример когда в вашем первом поколении в течение месяца покупаются 22 пакета стоимостью 50 долларов это просто для удобства расчета соответственно благодаря данному бонусу вы видите здесь написано что пример для квалификации мастера и ниже да не совсем корректные слова расставлен как сейчас заметил писал раньше по-другому вот вы получите с товарооборота 1100 долларов 198 долларов в виде вознаграждения за проделанную работу преимущество маркетинг-плана то что накопительность первого для вашего действия в нашем бизнесе все что у вас происходит в первом поколении ваша проплата все это накапливается не обнуляется никогда квалификации влияют на квалификацию первый уровень то есть это объем личных инвестиций ваших объем инвестиций людей привлеченных непосредственно в первом поколении но это наверное и хорошо потому что у вас будет более ответственный подход к кому каких людей вы за собой зайдете в этот бизнес да просто инвесторы хорошо никто не говорит что люди пришедшие в бизнес и клиенты инвесторы купившие пакеты это плохо это отлично вот но вот людей которых вы приглашаете которые говорят мы будем развивать бизнес ваша ответственность их помочь не помочь развиться научите делать то что делаете научить самому делать простые шаги обучить их дальнейшем помочь им научить следующих то есть как в ритме вальс встречать любят говорить некоторые лидеры малым бизнеса то есть научись сам научить тех людей которых привел помоги научить следующий берете следующую человек и таким образом развивать свой бизнес вас никто не может обогнать и вы не можете потерять структуру вот эти условия кстати существует большинстве маркетинг планов млм бизнесе то есть если вас там кто-то догнал в квалификации вы либо навсегда теряете структуру либо прекращаете получать откуда доход и у вас есть какое-то количество времени чтобы вывести выше а то структуру вас заберут либо просто-напросто скажем так этот доход значительно уменьшится и вы будете его получать только при условии что если вы сделаете большой еще объем там помимо того что происходит у нас четкая привязка к выплате по уровням соответственно даже если у вас первым поколением там во втором к третьим пятом будут люди которые выше вас квалификации но соответствие ваша квалификация позволяет им например получать вознаграждение до 9 уровня соответственно с какого-то количества уровней структуры этих людей вы будете получать деньги вас их никто не решит эту структуру вас никто не заберет но конечно у нас видите что на рост вашей квалификации влияет непосредственно квалификации людей в вашем первом поколении это важный акцент помогайте людям развиваться Минимальная сумма инвестиций для того, чтобы здесь зарабатывать деньги и выводить – 15 долларов США, я это вам говорю. Даже если вы не купили пакет сначала, заработали деньги на бонусный счет, чтобы их выводить, нужно купить пакет от 15 долларов и выше. Важный момент – вас никто не заставляет делать какие-то жесткие товарообороты каждый месяц структурой, либо самим, как это происходит в большинстве проектах у моего бизнеса. И вам не нужно подтверждать квалификацию. Единожды, поднявшись по ступеньке карьеры на какой-то уровень, он закреплен за вами навсегда. Единственное, что вы можете сделать – это подняться выше. Ниже вы уже не упадете. Большой процент выплат с первого поколения до 20% от товарооборота, который создается, может зарабатывать топ-эксперт. Ну, скажем так, до 17 человек в квалификации, до мастера включительно. И, точнее, до 18. И большая глубина, до 24 уровня, вы можете получать вознаграждение. На втором поколении – это 7% с третьей квалификацией и до 0,1 – до 24 уровня глубины. То есть, нам меньшее не идет. Нет ограничений в количестве людей, которые могут прийти следом за вами в этот бизнес, потому что, ну, скольких вы сможете научить, да, скольких вы сможете, скольким сможете помочь, то, в принципе, это ваше и будет. Но есть определенный элемент разумности. Много активных людей одновременно вы не потянете. 3-5 – это максимально, да? То количество людей, с которыми вы можете одновременно сотрудничать, которыми вы можете помогать проводить встречи, приглашать там на презентации, отвечать на вопросы их людей и так далее, так далее, так далее. Не забывайте, что помимо этого бизнеса у вас есть еще и своя собственная жизнь, в которой есть огромное количество людей, желающих занять ваше время. Это ваши дети, родные, близкие, жены, мужья, друзья, знакомые. Это ваше хобби, это, скажем так, то, что вы любили делать до тугой и ни в коем случае этого не надо бросать, если это не вредная привычка, да? То есть, если это не курение, не выпивка там и так далее, и так далее, не нюхать ничего-то нехорошего. Вот. Ну и важно еще, преимуществом является то, что бонусное вознаграждение у вас начисляется и на бонусный, и на акционный счет. Вот это то, что у нас есть. Плюс, наш маркетинг-план можно отнести к маркетинг-планам мгновенных выплат. Практически, вознаграждение вам начисляется в тот же момент, но там, по происшествии короткого времени, программа настроена так, что там через какое-то количество минут после того, как совершается проплата, вам идет вознаграждение на ваши бонусные акционные счета, если вы уже в квалификации лидеры выше. И квалификацию, которую вы сегодня выполняете, она сегодня вам присваивается. Вам не нужно ждать месяц, как в большинстве компаний MLM бизнеса, где согласно товарообороту за месяц тем условиям, которые есть в маркетинг-плане, вы их выполнили и вам, вроде бы, как должны присвоить следующую квалификацию. В огромном количестве компаний нужно выполнять условия на протяжении не одного месяца, чтобы вы могли выжить их квалификацию. у нас вы шагнули на ступеньку выше, выполнили точнее условия, раз, перешли на вышитающую ступеньку. Соответственно, бонус у вас уже со следующего момента соответствует в виде тех процентов, которые есть у вас уже на более высокой квалификации. Ну, вот таков маркетинг-план. Нас сегодня меньше, я понимаю, потому что основные, скажем так, новости, как новость увеличения процентов у нас были, ну, наверное, в предыдущую пятницу, потому что новый маркетинг мы ввели с 16-го числа, а это, по сути, прошлый четверг, если не ошибаюсь. Сегодня уже прошло 8 дней после применения нового маркетинга, уже кто-то наверняка получает вознаграждение согласно с ним. Сейчас я хотел бы услышать ваши вопросы, если таковые имеются. Может быть, какие-то трудности, которые у вас возникают именно касаемо привязки в партнерских программах. Если вы, скажем так, являетесь инвестором, верите в этот проект, нравится это вам, но вы не зарабатываете денег по партнерской программе, ну, может быть, хотел бы увидеть сейчас в чате, почему вы не получаете доход, или что вам мешает, да. Я сейчас ни в коем случае не хочу здесь, сидя, вот умничая, на фоне, на стене написанных надписей Skyway Capital, да, там, баннеры и так далее, говорить о том, что этот бизнес, о котором мы сейчас с вами так просто говорили в маркетинг плане, что он легкий. Но действие в нем простые. И, как показывает, вы слышали наверняка выражение, да, что все гениально просто, что, скажем так, многие люди зарабатывают деньги на каких-то простых вещах и так далее. Действие, которое нужно делать здесь, для них не нужно проходить специального обучения в плане какого-то получения нового, высшего образования, там, да, обучение, какие-то действия, которые вы делать не умеете. Упорядочить шаги, да, здесь необходимо. Одно из самых важных действий, которые нужно делать в этом бизнесе, это себя притормозить. Да, вот, как бы, одеть немножко узду и не бежать вот так вот с открытым забралом, с флагом, с криками «Ура, давайте я вас всех озолочу». Вот. Вот этого делать не нужно. «Я мастер, все получается, все правильно говорить и главное не навязываться людям и добиться информации грамот». Согласен, Наталья, навязываться, наверное, вообще в любом деле это бесполезная штука, вот, и я это тоже когда-то понял, когда, ну, был опыт работы в МЛМ-бизнесе, бизнес, который мне нравится, бизнес, который, наверное, справедлив, потому что в нем нельзя зарабатывать больше, чем ты этого достоин, вот, по большому счету, да. Вот, и навязывать в любом направлении деятельности человеческой, да, вот неважно, там, членам своей семьи какие-то, устои, которые, например, третят и не хочется этого, да, друзьям там, я не знаю, даже соседям по лестничной клетке и прочее, 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 это бесполезно. Навязать, ну, даже если у вас получится кому-то что-то навязать, и он через короткий промежуток времени поймет, потому что это не то счастье, о котором он мечтал, пользу вам от этого не будет. Ходить уговаривать кого-то тоже не нужно, потому что, в принципе, наш проект, наверное, доказал за три года своего существования, вот, с тех моментов, когда практически все крутили виска, да, был такой, ну, что у вас там, у вас нет ничего, стереки говорили, да, чем вы занимаетесь фигмой какой-то. Мы видели, типа, ваши финансовые пирамиды, там, и так далее, и так далее. Говорят, в эту пирамиду я не пойду, у меня вот есть бизнес, а потом огромное количество из них, скажем, приучаствовало в таких проектах, как и Леврус, Меркурий, там, и так далее, и так далее, где они хотели вложить деньги, которые сами по себе вдруг взяли бы и выросли. Вот, таким вот образом. То, что до сих пор крутит Светлана, ну, это, в принципе, да, это будет всегда, даже если мы будем золото раздавать людям, да. Вы наверняка читали книжку Джима Рона, помните, «Семь стратегий достижения успеха и богатства», где он сказал, что, друзья, если вы найдете золотую жилу в волок, и четко знаете, что там много золота, и предложите своим друзьям просто эту жилу разработать, то среди них окажутся те, которые скажут, ты знаешь, просто я тебе не верю, вторые, это очень далеко от дома, третьи говорят, это же надо брать лопату, а мне могут быть занозы, которые воплится в мою ладонь, а четвертые, которые скажут, ты что, с ума сошел, зачем же ты всем об этом рассказываешь. То есть, ну, как-то так устроен мир. Вот. Звук, если у вас звука не хватает, вы можете сейчас картинку, если меня видно, мышку подвести, и у вас там будет видно, что вы можете добавить звук, либо его убрать, уменьшить, ну, вот на этом маленьком экране, который сейчас у вас видно. Поэтому крутить у виска будут всегда, вот, и чем бы вы не занимались вообще в жизни, ну, любым делом, у вас всегда найдутся, кстати, тут, наверное, вот я вспомнил Джона Максвелла, наверняка есть люди, которые эти книжки читали, да, то есть у него есть огромное количество книг по лидерству и так далее, и он там вспоминает слова Элеонора Рузвель, которая сказала, делайте то, что ваше совесть вам подсказывает, что вы делаете правильно. У вас всегда будут последователи и всегда будут оппоненты. Вас проклянут, если вы это сделаете и проклянут, если вы этого не сделаете. Поэтому стопроцентных приверженцев того, что вы создаете бизнес по партнерской программе, то, что вы предлагаете приложить усилия для того, чтобы улучшить экологию, тех мест, где они живут, а потому что здесь будут строиться дороги и так далее, и так далее, и так далее. Всегда будут те, кто будет против. Есть просто люди, которые являются цинниками, да? Знают таких людей? Цинник – это тот человек, который знает тысячи способов о том, что не будет работать, но не знает ни одного, который сработает. Вот это цинник. Часто они, скажем так, под свой большой ум скрывают свой страх и недоверие просто, и боязнь чего-то потерять. Такие люди есть. Плохие ли они? Да нет, просто они такие, какие есть. Какие операции без потери числа акций можно проводить в чате обмена и продажа юнитов? Вы знаете, ничего не могу пока вам сказать по поводу юнитов, да? Вы написали мне без потери числа акций и так далее, и так далее. То есть у нас пока никаких операций с долями компаний, которые вы приобретаете, не проводится. То есть если будет что-то такое подобное, и руководство компании до нас доведет, тогда можно вести разговор о каком-то вот, о таком-то движении юнитов, вот, обмене и так далее, и так далее. Пока вы просто становитесь человеком, зарегистрировав на сайте, потом можете стать обладателем какого-то количества долей. Пока вторичного рынка, как это называют, там, да, долей наших акций, долей наших компаний, нет. Возможно, это будет тогда, когда мы уже начнем строить дороги, и, скажем так, крупные биржевые площадки, там, финансовые рынки откроются для нас, и доля нашей компании там начнет котироваться. Вот тогда вы можете там что-то менять, кому-то что-то дарить, что-то перепродавать и так далее. Вот. И по юнитам я сейчас просто не готов вам ответить, да, вот, что это такое, и кто про них говорит. Вот если я сейчас перелистаю все новости, которые есть у нас в личном кабинете, либо на сайте, я боюсь, что я не найду ни одной, где говорится про юниту. А это официальные новости компании, группы компаний Skyway и компании Skyway Capital. Вот. Вот таким вот образом. Поэтому, к сожалению, на этот вопрос мне, как бы, ответить нечего. Кроме того, что я сказал. Например, я добавил звук. Да, не знаю, сейчас лучше мне оставалось слышно или нет, но у меня звук практически сейчас уже почти на полную. Есть ли какие-то еще вопросы? Ну, любой интернет-сервис, который работает на какой-либо площадке, да, вот он обладает определенными своими характеристиками. И уже те условия приема интернета, да, скорость, там, я не знаю, качество линии, по которой вы работаете, зачастую связаны с вашей стороной, с приемной стороной. Коллеги, есть ли еще какие-то вопросы ко мне? Готов ответить на то, что, ну, наверное, смогу, на то, что знаю. Потому что, опять же, я вам хочу ответить следующее. То, что мои какие-то рекомендации касаемо развития партнерской программы, ну, это где-то мое видение, да, которое я когда-то попробовал, которое я когда-то использовал, благодаря людям, добившихся серьезного успеха в мире развития партнерских программ. Ну, например, таких, как RingyGage, да, либо пару-тройку лидеров моей компании, в которой я когда-то долгое время сотрудничал с которой, вот, которые добились серьезных высот, серьезных результатов, и они говорили действие вот таким вот образом. К ним ему своди возможности встречи, где ты рассказываешь что-то сам. Ну, вот наставник, который добился сегодня, это есть такая страна, Украина, да, которую я очень люблю, в которой много прожил, вот, и мой наставник добился уровня, скажем так, ну, назовем так, регионального лидера в страну, Украину, да, и уважаемый человек в этой компании и так далее, и будучи уже в очень высокой квалификации, он говорил, вот, я предпочитаю даже сейчас проводить если личные встречи с кем-то, касаемо бизнеса, вот, который я предлагаю, чтобы за меня это делал мой спонсор. Причем он мог рассказывать, скажем так, об этом бизнесе даже во сне. Он мог спать, наверное, если его там немножко потрепать, и какую-то часть там альфа сознания его задеть, да, он мог спать и рассказывать вам про этот бизнес, все, что он, потому что он много видел, он был внутри и так далее. Но, очень важный шаг, если вы это делаете не сами. Потому что я знаю, что наверняка огромное количество людей, получивших эту информацию, пытаются люди продавать технологии, пытаются рассказывать, какая замечательная транспортная технология и так далее, не спросив, а хотят ли люди слушать о транспорте вообще. Кто-то понял, что для него это, возможно, единственный шанс добиться успеха в финансовом плане, да, потому что, ну, как-то для крупных инвестиций на бирже, либо где-то еще денег не хватает, создать свой собственный бизнес тоже денег не хватает, и знаний, возможно, да. А здесь это можно заработать, и человек заряжается, начинает бежать по всем, кто в его окружении нуждается в деньгах. И сразу же предлагать им стать богатым. Вы знаете, есть люди, которые боятся этого слова. Почитайте книжки того же Киосаки, либо какой-то еще. Да и слово-то богатство, оно, в принципе, настолько широкое, потому что для кого-то богатство – это тот доход, который у него есть, а вот для него богатство – семья, да, дети его, те люди, которые его окружают, родные, близкие, вот, его ценим больше всего. В принципе, он прав абсолютно. Потому что богатство не измеряется только деньгами. Есть ли несчастные люди с большим количеством денег? Вот я вам задам такой вопрос. Есть? Недавно существует такое выражение, которое звучит так, для кого-то супчик жидковат, для кого-то бриллиантка мелковат. Каждый по-своему расстроен. Мне хочется умничать. Много чего-то есть в этом черепе, которое сейчас охвачено шлемофоном. Не все было использовано, кстати. Это тоже большой минус. Наверняка вы знаете, что выражение знаний силы, которое висело на всех школах, учебных заведениях Советского Союза, в нем немножко есть неправда. Подскажите мне, чего там не хватает в этом выражении? Знание первой силы, помните? Там террор нужно заменить одним словом. Молчите? Знание силы. Я же говорю, тут не хватает одного очень важного слова. Это слово очень простое. Это слово означает действие. То есть, вы можете знать очень много, но если то, чего вы знаете, вы нигде не применяете, это никому ничего не даст. И вам в том числе. Я привожу пример знания вести иностранных языков, вы живете один на необитаемом острове, и мне вокруг вас люди. Ну, какая ценность этим вести иностранным языком? Действие. Поэтому знание, сила в действии. То есть, знание, действие будет сила. Хорошо, коллеги? Приятно было с вами общаться. Спасибо вам за то, что были сегодня в вебинаре. Подобный вебинар у нас будет в вторник в 18.00. Если у вас есть люди, которые хотели бы получить подобную информацию, то с удовольствием с вами встречусь во вторник. В понедельник в 17 часов презентация нашей компании. Возможно, будут какие-то новости о развитии проекта, о каких-то международных мероприятиях, делегациях и так далее. Будет, мы обязательно о них расскажем. Всем отличных суббот и воскресенье. Я сотрудник компании. В Париж у нас съезжаются, в принципе, партнеры. Поэтому меня в Париже точно не будет. В Париже вы сможете пообщаться с Сергеем Педряшовым, который руководит нашим проектом. Поэтому, я думаю, у вас будут интересные люди, с которыми вы сможете пообщаться. Вы можете править. Продолжение следует...